Слова Александру Юрьевичу, который в какой-то момент взял на себя вот это время радостное, любимое, свое творчество, организовал нас, потому что без человека, без кого-то, кто бы это не возглавил, ничего никогда не будет. Так что, считайте, я эти слова посвящаю ему. А потом хотела зачитывать свое стихотворение. Но эти слова могут просто проводиться перед каким-то произведением, потом как вы выстроите программу. А мое стихотворение, вернее, баллада, студенческая баллада, это Ева Шанин, студенческая баллада. Они были всех дружны во Вселенной с самого первого курса. Вернее, он любил ее самозабвенно. Она разрешала быть рядом с ним, держала на себя трезвые строки, и в этом девчонка была права. Ну, быть может, холодновато немного, но для медика так важна голова. Порой разрешала целовать свои губы, прижималась на миг хмельная беда, и был он беспомощным, однолебом, казалось рабом ее навсегда. Порой он хватал ее ждать не в силах, швырял на первой скамей, а она прищуре сроняла милой. Сначала на ноги встать сумею. И он готов был ждать до конца института, до любых побед и любых высот. Но он знал, придет такая минута, он возьмет ее на руки и унесет. Конечно, он был немного милее, чем все мальчишки, чем тот майор, чем лысый доцент, что мрачных милее, как филин, глядел на нее упорно. Но зачем при лысом, смущенной и смело, она заливалась смехом грудным? Невзначай, как только она умела. Или вдруг опускала глаза перед ней. Стыдилась старенького пальчишка. Или, может, Москва и была дорога. И было страшно вдвоем с мальчишкой куда-нибудь к чертям на рога. Они были всех дружнее во вселенной, но все пошло по иной корне. Он в дальней больнице обыкновенной. А она с заслуженным мужем в Москве. В начале, как часто бывает в начале, туман, круговер, без огня и печали. Потом были дни, как бисерный почерк, полные слов и дел от них. А эти ее темные ночи, эти душные ночи, куда ей деться от них. Разные этажи желания, но не надежд и не воспоминаний. Все, она в поезде. Болтается ножки шубенкой прикрытой. Чистенькая, трезвенькая, хорошенькая. И даже способная на порыв. И вот она входит. А в доме тесно, в доме песни, улыбки, цветы. Он встает пораженный. Ты? Ну что ж, тут найдется место. Коллеги, налейте гости вина. А вот знакомься. Моя невеста. Он краснеет. В сущности моя жена.